Всем привет, вы смотрите Огненное ТВ. Недавно я попытался сварить куски алюминия с помощью трения и даже смог добиться некоторых результатов. По многочисленным просьбам я решил улучшить конструкцию и использовать вместо дрели обычную болгарку. Дрель могла выдавать не более 3000 оборотов, а вот эта болгарка может регулироваться от 3 до 10 тысяч оборотов в минуту. Да и вообще болгарка больше подходит для таких нагрузок. Сняв диск можно увидеть, что на болгарке обычная резьба такая же как и на болтах М14. Чтоб к ней присоседиться я приобрел в строительном удлиненные гайки. При изготовлении требования в точности к данным деталям предъявляются совсем невысокие, поэтому стоит приобрести несколько штук, так как только отдельные образцы изготовлены более-менее ровно и болт не будет сильно бить когда его присоединят к болгарке. Выбрав самое ровное сочетание болта, гайки и болгарки, нужно обязательно зафиксировать получившуюся композицию. Для этого сверлю насквозь, потом нарезаю резьбу и вкручиваю два болта навстречу друг другу. Далее обычным напильником стачиваю все лишнее. Если у кого-то есть токарный станок, то это вообще круто, а если его нет, то и напильник справится. В итоге получается вот такая нехитрая деталь. В самом широком месте диаметр около 10 мм, толщина конуса у основания 3,5 мм и длина тоже 3,5 мм. В предыдущем видео я провел некоторые испытания для того, чтобы проверить прочность полученного соединения, и у большого количества зрителей они вызвали непонимание. Мол, при такой системе крепления полоса упирается в уголок и вся сила уходит в него, а сварные точки практически никакой нагрузки не испытывают. Дорогие друзья, не нужно путать сдвиг с кручением, это две большие разницы. В той модели испытаний, которые я показывал, сварные точки испытывали нагрузку на сдвиг или, проще говоря, на срез. Ну ничего, сегодня мы испытаем полученное соединение как положено, не волнуйтесь. Также некоторые зрители посоветовали варить аргоном. Аргонная сварка стоит недешево, мягко говоря, так что пока вернемся к нашей кустарщине. Две полосы алюминия были сварены с помощью трения. Получилось гораздо быстрее, чем с дрелью, но тяжеловато удерживать получившийся аппарат. Его сильно ведет в стороны. Видно, что металл промялся, так как он размягчился из-за высокой температуры. Чтоб проверить полученное соединение на сдвиг, то есть на срез, я закрепил заготовку и попытался ее разорвать с помощью своего веса. Штаны рваные, так что не смотрите туда. Моего веса в 97 килограмм не хватило, чтобы разорвать полученное соединение. Придется испытывать сварное соединение в более контролируемых условиях. Для этого я сварил две заготовки только в одном месте. Под заготовки я подложил кусок оцинковки, чтоб алюминий не сильно проминался в обуглившееся дерево. После сварки оцинковку пришлось отрывать, так как она приплавилась к алюминию. Кстати, тут хорошо видно пятно сварки и можно оценить, насколько проварились две заготовки. В этот раз для разрывания полученного соединения я буду использовать более надежный рычаг. Заготовку закреплю с одной стороны на уголках, а с другой стороны через пластину к рычагу. Я взял канистру и набрал в нее ровно 20 литров воды. С помощью карабина я буду подвешивать получившийся груз. В итоге у меня все-таки получилось добраться до самого края этого рычага, при этом не разорвав соединение. Как видите, рычаг заметно согнулся, но алюминиевая сварка держится. Давайте посчитаем, какая нагрузка идет на алюминиевый образец. Тут у нас ось вращения рычага. А вот это сам рычаг, вот тут закреплен образец. А груз подвешен на самом краю. Все размеры переносим на горизонтальную ось. Вес груза умножаем на 9,8 и получаем силу в ньютонах. Можно переводить в ньютон и можно не переводить, в принципе суть не меняется. Если умножить силу, тянущую вниз, на расстояние от точки ее приложения до оси вращения, то это должно равняться силе, тянущей вверх, умноженной на расстояние от точки ее приложения до оси вращения. Вроде бы все правильно сказал. Получаем, что вторая сила равняется примерно 1060 ньютонов. И если перевести их в килограммы, то это будет равносильно грузу массой в 108 килограммов, подвешенных к испытуемому образцу. Неплохо, да? Я добавил еще 5 литров воды. Видно, как прогнулся рычаг, но образец не поддается. Получается, что сейчас нагрузка увеличилась на 25 килограмм. Недурно. Добавим еще одну бутылочку. 30 килограммов. Не обосраться бы. Из-за кроммов еще одну бутылочку достаю. Теперь будет 35 килограммов. Так. Надевайся. Эх. О, вот это уже тяжко. Пальцы, руки. Все. Ес. Да. Давай, иди-ка сюда. Сейчас мы тебя посмотрим. Класс. Офигенно. Вот так выглядит разорванный образец. Очень хорошо видно, что пятно сваренного металла достаточно большое, это позволило выдержать рычагу более чем 160 килограммов, или почти 1600 ньютонов. Теперь давайте посмотрим, как выдержит эта сварка нагрузку на растяжение, то есть на разрыв. Свариваю два куска алюминия крест-накрест. Оцинковка, как и в прошлый раз, прикипела к алюминию и пришлось ее отрывать. Снова хорошо видно пятно сварки, и можно уверенно сказать, что металл проварился. Для того, чтобы как можно адекватнее протестировать образец на растяжение, пришлось соорудить вот такую конструкцию. Рама распределит нагрузку по полосе и не даст ей выгнуться, если полоса будет выгибаться, то результат будет неверным, точнее это будет уже немного другой способ приложения нагрузки. Конструкция закреплена на уголках, и с помощью карабина я начал подвешивать к ней грузы разной массы. В итоге пришлось остановиться на 35 килограммах. 35 кг придется дальше использовать в рычаге, потому что таким образом довешивать уже нецелесообразно. Снова собрал конструкцию с рычагом. Из-за изменившегося угла наклона размеры тоже изменились. Теперь размер L1 равен 0,6 метра, а размер L2 равен 0,12 метра. Я постепенно увеличивал нагрузку, передвигаясь к краю рычага, добавлял вес, но образец не сдавался. В итоге я остановился на 15 килограммах на краю рычага. Это равно 75 килограммам или 735 ньютонов, и это еще без учета веса цепи и веса самого рычага. Дальше я не стал продолжать, мне было интересно достать заготовку и посмотреть как она выглядела после растяжения под нагрузкой в 75 килограмм. Видно как растянулась центральная часть алюминиевых полос, но сваренная точечка выдержала. Если заглянуть в щель, то видно, что сварной шов даже не начал надрываться. Можно было бы еще нагрузить, но мне кажется, что это и так был практически предел. Еще немного и соединение разорвалось бы. Теперь давайте проверим это соединение на сопротивление к ручению. Я закрепил рычаг таким образом, чтобы уравновесить его и чтобы он не создавал значительную дополнительную нагрузку. Теперь подвешиваем груз весом в 5 килограмм и смотрим на каком расстоянии произойдет разрушение. Груз, подвешенный на расстояние 8,5 сантиметров не вызвал разрушений, а вот дальше началось прокручивание, и чем дальше тем больше. Даже после того как я снял образец со стенда, его было очень сложно скрутить до полного разрушения. Вот так выглядит разорванное соединение. Видно, что из-за того что болгарку водит из стороны в сторону во время сваривания, она лучше проваривает деталь. В итоге накручение соединения выдержало чуть больше 4 ньютонов. Это конечно немного, но все таки тоже результат. Болгарка при работе с такой насадкой особых сложностей не испытывает. Насадка легко снимается и нет эффекта закусывания. На насадке хорошо видны последствия нагрева. Насадка получилась небольшого размера, ее можно снова легко установить и опять снять. И как мы смогли убедиться, точечная сварка получается достаточно прочная. Этой насадкой не всегда будет удобно пользоваться, но как вариант в отдельных случаях она может показать вполне достойный результат. На этом у меня все, до новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok